Юрий, начну с того, что хочу сказать вам большое спасибо, что вы к нам приехали, привезли работы такие замечательные. У нас, честно говоря, в музее наива, что не выставка, то праздник, и каждый раз так. И художники бывают не только наивные здесь, конечно, но вот, как вы уже говорили, примитивисты тоже, каждый своим почерком. И что-то, вот я даже у вас заметила, что-то промелькнуло немножко. Вы знакомы вот с такими же художниками, которые работают в том же жанре? Ну, хотя бы не лично знакомы, а вот как-то работы их видели? Да, я видел, даже была на выставках в Москве, лично приезжала, встречалась с ним. Да, положительные воззывы среди них о моем творчестве. Ну, с моей стороны, понятно, тоже положительные. Нету вот этого вот, что я прошу, идут по чему-то пути. Нет, абсолютно у нас разные. Просто идет умыслительный процесс одинаковый, мировоззрение одинаковое. Путь абсолютно разный, вы правы. Мировоззрение одинаковое. Или я еще вспомнила, такая есть художница. Она тоже, не сказать, чтобы наивная, но вот она утрирует все. Анжела Джерих, может быть, слышали из Ялты. Вот. И то есть вот с ней общее. Мне показалось то, я, кстати, хотела спросить, почему вы выбрали это, что у нее все лица одного типажа. Такие длинноносые, да, как автопортрет. И у вас, я смотрю, тоже прослеживается автопортрет как бы в каждом лице. Вот с чем это связано? Почему у художников возникает такое желание в своих персонажах автопортреты делать? Ну, мое, я про это рассказывал, говорил несколько раз, мое, и поэтому я уже анализировал эту вещь. Ну, возникает вопрос. Каждый художник, который сочиняет картины, не рисует с натуры. Каждая картина – это его внутренний автопортрет. Соответственно, частичка его, она в любой картине присутствует. Это вот, нельзя сказать, что он как-то время себя рисовал, но это вот собирательный образ, его восприятие всего, что он видел. То есть, если вот он хороший человек, то у него и цвета, как бы, такие вот, колорит такой, не добрый, как бы, и без конфликтов. И работа такие же, несут такой же посыл. И если у него хорошее чувство юра, то и сюжеты будут такие вот, с ирониями, с чувством юра, таким умным, к анализе, думающим. Потому что бывают такие сюжеты с чувством юра, но они видят, что человек просто посмеялся, пиздевался. А это да, это все анализируешь, думаешь. И не каждый сюжет будешь рисовать. Потому что некоторые сюжеты приходится думать, рисовать, продумать. Даже вот взять того же милиционера, где там скотик, чтобы понимать, что а вдруг ты оскорбишь какого-нибудь там полицейского, рисующего милицейского, старого, советского. Моя старая форма, потому что, чтобы не было привязки к нынешнему. Потому что даже об этом думаешь. А бывали такие случаи? Нет, это просто думаешь про таких людей тоже. Чтобы не было там и чувства верующих, там, и еще. Потому что, когда бывает иногда на религиозный сюжет, ты делаешь картины, потому что добрые люди. Ну, просто их делаешь, как, ну, считаешь, правильно. Вот так все и складывается. Ну, вот я хочу вернуться к той же теме, о которой говорила. И у меня вопрос к вам. Дело в том, что я больше 30 лет занимаюсь с детьми в изостудии. Еще в параллельной журналистике у меня такая работа. И уже давно я замечала, что да, действительно, если дети рисуют людей, там, родственников, просто Деда Мороза, там, кого угодно, у них очень часто получается очень похож на автора, на ребенка. Вот. И то же самое вот происходит с художниками, ну, скажем так, наивными или примитивистами, да. А вот те, которые уже такие маститые, у них этого не наблюдается. Вот как вы думаете, вот этот внутренний ребенок, который это делает как бы неосознанно, и потом во взрослых, значит, он, получается, остался, этот ребенок. А вот когда человек уже там, ну, так сказать, каких-то достиг, может быть, я не знаю, к чему он стремился, у него это пропадает, этот ребенок исчезает, да? Как вы думаете, почему это происходит? Ну, скорее всего, это влияние, какое-то, то есть, окружение к этим, если он там, либо к чему-то стремится, где это, как бы, непозволительно, чтобы быть ребенком, потому что, да, некоторые говорят, да, пора становиться взрослым, там, что-то, и делай, вот. Либо вот, да, если ты хочешь, ну, это, да, несколько, если ты хочешь добиться, там, допустим, стать какими-нибудь, ну, в некоторых есть такое понимание, там, народным или, там, куда-то там еще, я бы художник, до такой планки ткнуться, да, вот они начинают подойти под подсчитывание, под воздействием кого-либо. Ну, у кого-то и так все устраивает, типа меня, у меня достаточно того, что я творил, и я вижу, что это востребовано в плане зрителей, как бы, в плане зрителей. Я, ну, там, где я, ну, чаще всего выставляю, что люди даже запоминают, потом еще через какое-то время, типа меня видят, где-то там, где-то спрашивают, что когда, там, что, где, там, планируется. Это вот, когда говорит о том, что, да, мне не надо меняться, мне надо просто продолжать совершенствовать. У вас такие работы, они, ну, во-первых, сразу видно, что действительно есть профессионализм, потому что у наивных художников обычно проблемы бывают с перспективой всегда, вот. А у вас из композиции, у вас все так четко выстроено, ну, просто идеально, да, вот. Вот, и столько мелких деталей, вот я просто не могла удержаться, ну, очень многие работы, я просто вот ее сфотографировала, а потом еще по кусочкам вот эти вот детали, и они, как каждая, как самостоятельная работа, вот как у Брейгеля, действительно, там вот тоже всегда, вот я была в музее, где Брейгель, и там тоже каждую детальку хотелось отснять, потому что все эти человечки, они там, у каждого своя какая-то жанровая сценка, у вас тоже. Вы, кстати, как вообще к Брейгелю относитесь? Хорошо, я бы вот такие, вот, я, наверное, нормально отношусь, кстати, ко всем, 30-х, ко всем направлениям живописи. У меня нет выборочного, что вот это, конечно, я любил 20-е годы, прошлое столетие, вот этот период. Я считаю, что я, вроде как бы, продолжение того, в принципе, живописи не реалистическое все-таки, а вот из тех, там, художников, когда они рисовали, быть того времени. Но при этом у вас и реализм такой, вот знаете, ну, может быть, не прямо в изображении, да, но в этих, как сказать, в этом сюжетике реализм, в этих позах реализм, то есть он присутствует. Это пространство, как бы, воздух в картине, да, у меня есть такое понимание, представление, что я, наверное, сторонник, да, такого объемного, чтобы вот в картине было вот это вот пространство, которое, как бы, нас туда помещало, как бы ты говорила, а не вот, как бы, плоское изображение, когда, допустим, если была бы там одежда, как бы все, просто ее раскрасить, нет. У меня вот в этом и сложность картин, что и не сложность, и долгое создание, что это все сначала делается, а потом это все в объеме, как бы, продумывается. И вот я, когда ходила, рассматривала и снимала, столько вопросов, что прямо в голове. Ну, во-первых, вот эти подробности, неужели вы это все запоминаете? Или все-таки делаете какие-то эскизики, где-то вот что-то увидели, или у вас так четко отпечатывается вот этот, например, эта улица, что вы потом все подробности… Или вы просто, как бы, махнете рукой и додумаете то, что там… Или вот какой-то предмет, допустим, ой, вот здесь я хочу там мясорубку нарисовать, но я не помню, как она выглядит конкретно. Это все берешь, иногда по интернету помогают, в соцсети. А, то есть вы смотрите просто… Какие-то вещи, там, рейтеровые вещи особенно. Ну, конечно, у меня же нет там этих телевизоров, коврики, у меня есть завешенность, а кортирует. Что-то есть. Нет, какие-то части предметов, это есть конкретно из моего быта. Получается, что вы сюжет придумали, и потом, значит, начинаете его воплощать, и по ходу дела какие-то у вас детали рождаются, которые вам нужно поместить. А еще я заметила какие-то вот такие, знаете, подколочки, хитрости. Вот в том зале, например, «Возвращайся», да, картина. Ну, вот эта вот сумка клечит у всех, а тут «Луи Виттон», по-моему, написано. И при этом, ну, видно, что такое… Ну, вы поняли, о чем я говорю. Да, я понял, про что. Это, да, это некое такое… Да, я посвящаю людей то, как потом живут эти вещи, когда они перестают быть… Вот, в Бетолу… Допустим, у него эта дама, которая там ведет с этими вещами, у нее же есть дети, внуки. Вот рюкзак ей достался от внуочки. Да, наверное, она ходила в школу. Ну, как бы я тоже это прослеживаю. Те же прямо значочки остались. Своих родителей там еще как-то, что вот они, да, используют, что им приходят внуки, отдают вот эти вещи. Наверное, нет, я это не буду больше носить, использовывать, носить. Также и сумки вот это тоже досталось, может, от кого-то. Ну, у нас просто там дачный район, как бы, Москва относительно не так вот, поэтому им ездят на электричках. Вот она, эта дорога идет на вокзал, просто если проследить, это у меня конкретно улица Малорославца. И вот, да, я ее таким способом использовал. И каждая работа, мне кажется, занимает очень много времени, ведь это у вас все так выписано досконально, очень четко, красиво. Это вот сколько примерно уходит на большую такую работу, многофигурную вот времени? На такую большую по-разному. Если так вот сюжет прямо ярко-ярко, но тут эта работа, конечно, немножко сложноватая отчасти, видеть, потому что много этих веточек елочных, это было, да, такое, ну, неделю, я даже не знаю, как считать. Я считаю сеансами, ну, в день по несколько часов, и не то, что с утра, вот, до вечера сел, я меняю по несколько работ делаю, и веду одновременно, как это, если быстро, я хорошо идет, я ее сразу в первую очередь включаю, а остальные, вот они ее заготовки уже темные закрепляют, это, может быть, полмесяца где-то на такое вот создание. Но это не с утра, я считаю, это там, она, это же еще надо, чтобы подсохло, там, ну, второй, с утра. Ну, и такой вопрос еще, который, конечно, тоже, наверное, многие задают, но мне просто интересно, я не слышала. Сюжет это вот как возникает? Вот просто так вот вдруг раз, и что-то, о, или какой-то там увидели, ну, я не знаю, праздник какой-то, вот мы вот с детьми часто рисуем праздники, да, или событие какое-то заинтересовало, вот как? Сюжетов возникает миллион в голове, просто некоторые ярко вырисовываются, а некоторые проходные вот так вот пролетают, потом они снова, может, появляются, и снова можно работать. Даже вот если взять большие картины, вот тут, в принципе, каждый персонаж, это вот, я почему и радуюсь, что когда у меня перестанет работать воображение в голове, я могу использовать вот эти сюжеты, картины, и конкретные сюжеты, и использовать уже отдельную картину можно делать по этим. Да, да, да. Мужчина выбивает там ковер, и вот несут они ковер, это уже тема для отдельной картинки, просто, связанная с каким-то бытом. Простите, перебью. Это вот вы когда-то шли по улице, увидели эту сценку, и так вот ее отложили, как бы, да? Я сам выбиваю зимой ковер по старинке, ну, лето найдено, раз там, две и зимой. Да, некоторые вещи я тоже, как бы, продолжаю. И, я говорю, что некоторые вещи тоже, тоже при сюжете же. Ну, вот, допустим, вот этот новогодний, это у меня была мастерская в общежитии, это лестничная клетка, примерно тамошнее вот это свойство и есть, потому что там постоянно подоконник, а сейчас же курить нельзя, в самом деле, где люди, когда обитают, все выходили на эту лестничную курить. Ну, вот я вот, как бы, немножко представил, что вот они там все, и там постоянно толпится, толпится народ. И вот я решил просто, не их, не просто их где рисовать, а вот я решил новогоднюю тему, как бы, две-два сюжета в один объединял, объединял. И вот, и одно с другим, и это, как бы, доводит до какого-то вот того, что сюжет с чувствным юмором. А как появился сюжет с Ройзманом? Вроде бы, где вы живете и где вот... Ну, это нет, этот сюжет появился, благодаря, что здесь планировалась выставка, и мне хотелось просто... И есть, как бы, ну, я, поскольку я с ним познакомился, и мне захотелось немножко, и мне хотелось подарить картину музею, как в одной из картин. Была, либо люди были, Екатеринбургские, которые его знают, либо сюжет. Ну, было бы было время, когда это сделать, такую работу. Ну, там ведь узнаваемый тоже пейзаж. Вы же у нас первый раз тоже посмотрели, да? Ну, это же очень крупный, там, во-первых, его там немного видно, он просто так, как... Я бы специально это вот делал на пробежку, вот от субботней пробежка, у него же там есть и видео, вот на пробежке, я выбрал эту зону узнаваемую. Это же не так сложно, чтобы композицию... И, кстати, там вот как бы, ну, может быть, редкий случай, когда у всех людей разные лица. Это так получается. Это не то, что я хотел... Это уже наработано. Просто уже делаешь там одного круглое, другого узкое, там, третий, там, молодой. Чтобы не было рядом. Там даже одинаковых вот... Начинаешь передумать, когда вот такая группа людей, начинаешь вот думать, в чем одеть, чтобы не повторялась вот эта вот даже вот цветовая гамма рядом стоящих. Потому что тоже вот начинаешь думать, как в чем одеть. И даже те же самые футболки. Ой, я вас уже замучила. Ну, просто так интересно, и хочется и пораспросить. Ну, хотя в картинах, конечно, все сказано, но ведь вот столько подтекстов. Ну, вот скажем, вот это вот, если взять картину, сюжет вот этого вот. Оно, вот простенький сюжет, цветы. Девушка, сама садик я собираю, поливает варши. Это я архитектурно, это подъезд в тот дом, где я живу. Но там, правда, плитка. Ну, я плитку взял из старого дома, где вообще жители. И в этот период как бы не поменял некоторые детали, но так там у нас действительно все заставлено. Какая-то соседка из нашего дома раз все цветы кутят эти домашние, там под подоконником, вот так вот. Где вот этот дом, это мусорпроводный, его там нету, там и не было никогда. Просто пространство это есть, вот на каждом этаже, вот так вот, сверху доник, вот так вот, с цветами. Поэтому я бы ее представил, что вот она, но я ее не видел там, правда, как она поливает, но я думаю, они же там не вянуты, на какое-то время там... То есть вы соседку даже не знаете, не видели, да? Ну я примерно знаю, но я не разговаривал с мамушем. Не, достаточно того, что... А она знает, что она на картине есть? Нет, там соседи только, может быть, несколько соседей. Ну у меня дом немного квартирный, как бы мало соседей. В самом, там подъезду несколько, но я думаю, но садма. там некоторые подходят, да, вы художник? Я говорю, да, портрет напишите, там мне, на заказ. А как они знают, что вы художник? Вы с Мольбертом выходите на этюды? Нет, я таскаю картину, там иногда это видно, потому что ходишь, носишь, там приезжают, загружают, выгружают. Некоторые видят, а некоторые, да, некоторые знают, что я художник. Что я делаю? У некоторых там есть работа. Юрий, а еще вот я нигде не увидела, и мне интересно, вы когда начали вообще рисовать? А, в этот процесс, ну я, у меня есть просто период, когда я начал рисовать, есть процесс, когда я начал рисовать в таком стиле. У меня есть несколько знаковых картин, которых я уже, уже как бы начался, сложился, вот я создал определенную картину, и я понял, да, меня все в нее устраивало, и сюжет, и какие искажения, пропорции, и я понял, что вот это, вот это и надо прорабатывать, нарабатывать. Это 2007-2006, вот такие работы начали появляться. А вообще рисовать? Что? Вообще рисовать, когда начали? Ну рисовали это с детства. Я очень увлекал в детстве детка из пластилина, бесконечно там, собственно, у меня плывалось теле, пластилине, потом что-то учился в художественной школе, там чуть-чуть, ну и потом уже, да, в осознанном возрасте, когда уже понял, что все-таки есть, что я по ним анализирую и понимаю, что вот, что я могу сделать что-то интересное, что не то, что вот да, вот я хочу. Нет, я начал просто понимать, что чувствую. И вот благодаря этому да, начали. Юрий, а вы ходите на выставки других художников? Вам интересно? Конечно. А вы вот у нас в городе первый раз, да? Да. У нас есть хороший музей, то есть вы планируете куда-то сходить или уже были где-то? Нет, ну, вчера выходной, по-моему, как бы был сегодня, первый рабочий день, поэтому я только вчера жил. Но по плану, они же все здесь не любят кровать. Да, я по плану ездить, посетить. Хорошо. Ну, ладно, я вас прямо уже что-то совсем замучила. Спасибо вам большое и за рассказы, и за выставку главное. Я в восторге. Спасибо.